Тор. Портал Детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте. В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Чёрным по белому». Ведуя сегодня я, Александр Гурарье, и на связи с нашей студией из Нью-Йорка политолог Илья Левков, издатель, издательство «Либерти». Илья, здравствуйте. Давно вы не были у нас в студии, давно вы не были на связи с нами. Итак, добрый день, Америка. Рад видеть, рад слышать. Илья, ну мы, как бы, естественно, начнем с ситуации с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Комиссия Конгресса долго-долго рассматривала его, ну, скажем так, не совсем благовидную роль в событиях, связанных со штурмом Капитолия. И вот вынесено решение. Это решение является, насколько я понимаю, рекомендательным. Что последует за этим решением? Во-первых, это решение нарушает саму Конституцию. Сейчас, есть, вот это самое важное, на трех точках, оно нарушает Конституцию и судебную федеральную процедуру. Понимаете? Нельзя. И вслед, давайте я... Поэтому, что же это нарушает? Это нарушает то, что у обвиняемого не было адвоката. Обвиняемый не мог представить информацию. А обвиняемый не мог задать вопросы. Почему именно это так или нет? Понимаете? Начну с конца. Секундочку, но это же не суд. Это же заседание... Это комиссия Конгресса. Она действует по тому же, протоколу должна действовать? Она... Да, в суде вы бы это не приняли. Почему комиссия легислатуры, которая не имеет права УК вообще заниматься чем-то, которое не относится к легислатуре? Они отвечают только за легислатуру. А что это такое? Это законы. Они законодатели. Они законодатели. Законодатели не имеют права заниматься тем, что им не дано. Следующее. Тот комитет, когда он даже собирается, он не может указать имя человека обвиняемого. Здесь якобы создается прецедент, которому нет места. где один отдельно взятый человек с именем обвиняется всем Конгрессом. Понимаете? И следующая, и третья точка, что она тоже самая-самая важная, потому что Конгресс не имеет права указывать и как... на имя подсудимого и как правило Минюстиции не сможет принять. Но это вывод, который мы увидим. Насколько полититилизировано Министерство юстиции. Два. То есть вы хотите сказать, правильно ли я вас понял, то есть вообще вот все эти решения комиссии, они незаконны и не только рекомендательный характер они не могут иметь, они вообще не могут иметь юридической силы никакой. Так точно. Поэтому они передают Министерству юстиции. В Министерстве юстиции есть две опции. Они принимают и бросают это в машину работы Министерства юстиции или они создают специального инспектора, который вне, который не имеет никакого отношения к министру и к министерству. Вот были Мюллер, были сейчас двое-трое других, где они просто... То есть это как независимый прокурор, да? Так точно. Независимый прокурор. Вот эта опция, которая находит... Мы увидим, например, что же решит Министерство юстиции. Оно, конечно, по сегодняшний день доказало, что оно слепо следует не законам, а мы можем об этом поговорить немножко, а именно политическим целям нынешней администрации. Каковы могут быть последствия? Каковы последствия могут быть? Одну секунду. И последняя точка, где тоже они нарушили, а это 14-ю поправку. Значит, там в 14-й поправке есть, говорится о восстании, как во время гражданской войны. Там есть слово восстание, понимаете? Но только в рамках гражданской войны. Не было никакой войны, не было граждан. Более того, вот я вам дам один пример, насколько это нарушает кодекс, процессуальный кодекс всех судов Америки. А именно, когда то, что сказал президент, вырезается. И выразили два слова, когда после двух часов его обвиняют, что он не функционировал сразу, он надеялся на бог знает что, он должен был сказать эти слова и свою речь. Два часа раньше было бы все правильно. В его речи, в которой он обратился к народу, это была прямая открытая речь, он закончил, он просит у всех тех, которые находились там, мирно и патриотически разойтись. Вы слышите? Две слова. Тот человек, который якобы сделал систему захватить власть силой, даже, даже чего не было вообще, то он обратился к народу и к тем людям. Прошу вас разойтись мирно и патриотически. Этого не было указано в обвинении. Как может, как сказать, настоящий объективный комитет выразить эти слова из речи президента? Да, действительно выглядит все это немножко странно. Но вот... Больше чем странно. Смотрите, ведь не было... Ведь комитет состоял из двух частей. представителей Демократической партии и они, нарушив опять, не позволили представителям Конгресса от Демократической партии, которые были готовы и имеют право... От республиканцев, я хотите сказать. Да, республиканцев. Но они, да, представили место двум республиканцам. Кому? Самым ярым оппонентам. Это Кинцингер и Лин Чейни. Понимаете? Значит, там не было места даже участнику в этом комитете, не говоря о защите. А еще, есть столько информации, я не хочу входить, если бы... Да, просто у нас еще хотелось бы с вами на некоторую тему поговорить. Все-таки я третий раз повторяю. Чему это может привести? Мой вопрос. Какие последствия? Какие последствия для Дональда Трампа? Для... О, нет. Не для Дональда Трампа. Сначала... Во-первых, я вам сказал, опция, это она передает Министерству юстиции, да. Министерству юстиции, как я вам сказал, у них две опции. Заняться это самим или назначить специального прокурора. Вот и все. На этой... На этом... В этой точке времени есть только одна вилка. это... Или одно, или второе. Сейчас, если они начнут, и само министерство... Само министерство, оно у них нету ограничения времени. Понимаете? Почему? Потому что министерство продолжает функционировать. Если же они передают это специальному прокурору, который начнет этим заниматься, то многих, многих конгрессменов, которые участники этой операции или операции, их не будет. Не избрали Линча, они не избрали Кинтингера, они 3 января уходят из конгресса. То здесь непонятно, насколько можно заниматься, так сказать, деятелями, которые уже не участвуют власть. Понимаете? А именно конгрессменов. А может это повредить Трампу его намерение выдвигаться, прежде всего, на первом этапе от своей республиканской партии, а уже потом как бы баллотироваться на пост президента? В партии есть два этапа и два разных поля боя. Первое это то, что он должен бежать, как и все, и победить. В прошлый раз он бежал один из 17 или 18 кандидатов, понимаете, победив два клана Буша и Клинтона, а сейчас ему придется бежать и какой ценой? Вопрос здесь все, какой ценой? Потому что вот весь этот комитет он накалил атмосферу. И это самое накалил и заполнил его эту атмосферу ядовитым газом. Вот где кроется вся главная цель. Потому что больше этого они не могут сделать. Хотя у них много-много... Слушайте, есть 20 тысяч видеозаписей. Не показали их народу. Почему? Как можно представить частичную информацию, которая находится в руках власти? Это федеральные записи в Конгрессе. Что происходило? Кто открыл кому окно в какой час ночи? Понимаете? Где была вице-президент. Понимаете? Спор идет. Почему? Каким образом кто там был и насколько она была напрямик связана с этим? Значит, это не выдуманы на основе видеозаписей. Понимаете? Их 90% этих видеозаписей не показали. Потому что показали только то, что было удобно комитету. Понятно. Ну, теперь я не могу не обойти вопрос, обойти внимание вопрос визита. Вот в ту минуту, когда мы с вами беседуем. Президент Украины Зеленский находится в Соединенных Штатах и через несколько часов, то есть где-то примерно через часа 3-4 после нашего разговора у него будет встреча с Байденом и у него будет выступление в Конгрессе. А как воспринимает в Соединенных Штатах этот визит и вообще зачем он приехал? Зачем он приехал? Потому что поведение нашего президента во-первых он напрямик практически участвовал в этом процессе принятия решения Путина. Я вам скажу только три короткие точки где президент этим занимался. Первое в 21 году прямо два месяца спустя должна была быть поставка мелкого оружия ночного специальных аппаратов приборов ночного видения которые которые были приняты описаны и предложены Трампом поставка в марте апреле куда это Украина Украина да столько мы говорим об этом сейчас Байден передвинул это на ноябрь декабрь года значит мы почти три месяца перед 24 февраля это одна точка первая вторая вы имеете вы говорите простите вы говорите о ситуации до начала войны то есть это ноябрь 21 года то это висит это висит в воздухе это знает Зеленский это знает Байден и я вот поясню все таки как и по моему понятию это потом будет интерпретация с большим вопросом но это первое второе в это время в июне где-то Байден и Пентагон решили так снять сооружение три вида самолета четыре даже вида F-15 16 18 и Warhawk специальный антитанковый самолет и решили их поставить в пустыне в Аризоне что есть там громадное кладбище такое тысячи десятки тысяч самолетов а эти самолеты модерны понимаете им 20 лет но они эффективны вы знакомы с этими видами сейчас почему президент Байден при этом а накал идет все время от Путина мы сейчас июня июля почему в это время он не мог передать скажем эти самолеты Польше понимаете как устрашение не Украине Польше скажем как устрашение что сделал Байден он сказал нет я не дам членам НАТО ни Болгарии ни Румынии ни Польше ну а в Украине конечно нет почему мы сейчас подойдем к этому но Путин читал его Путин понимал и когда в ноябре декабре 21 года Путин сказал ну да если там будет какая-то маленькая операция мы мы за это не пойдем на войну или на конфликт понимаете что оставалось Путину он видит президент очень хилой который отменяет вещи который не делает рациональные решения об устрашении и который наяву говорит ну если там будет какая-нибудь операция в Харьков он не сказал Харьков ни Харьков ни Харьков но все что-таки он наяву сказал это публично это не кто-то прососалось понимаете то а что оставалось у Путина действовать поймите ему против прямо прямо вот а западная Европа вообще ломала голову она сказала нет он не пойдет и что интересно 95 нет 99% людей аналитиков сказали нет он не пройдет он же проигрывает 550 миллиардов долларов в год это почти полтора миллиарда в месяц для чего значит нефть и торговля нефти в западной Европе и Германии все такое и газа почему бы ему делать и вот мы задали этот вопрос но мы включая себя виноват мы мыслим не ощущая наш ДНК мы не знаем внутренний наш ДНК физически физиологически медицинский психологически и поведенческий мы не можем осознать это даже лежа у какого-то психиатра на диване но мы все рационалисты и до мозга костей вот где мы была громадная допущена ошибка всеми потому что все говорили нет он этого не сделает Байден слышит и как тот кот Васька продолжает есть а в этом случае подготавливается понимаете и пришли эти войска ведь они начали войска были подтянуты в октябре для февраля вы хотите сказать Илья вы хотите сказать что Байден сознать Байден и его окружение понятно что он не самостоятельно принимает решение что они сознательно заманили Путина в эту ловушку то есть они сознательно не давали Украине самолеты и не только самолеты они да ну здесь есть два элемента насчет самолетов и даже сегодня вот когда идут идет спор о ракетах слушайте они не хотят и вообще супердержава не желает быть контролирована каким-либо вторым или третьим рангом государства они слушайте даже когда правительство Украины говорит нет мы не пальнем по Москве да мы не кто-то но кто-то когда будет это в руках украинцев и какой-нибудь супер-дупер патриот когда попадет ракета в церкви в центре Киева он сказал мы бацнем мы бацнем Красную площадь понимаете они не хотят быть даже в это поэтому вот этот хайрам тоже только на 75-80 километров они на 130 и 230 понимаете потому что они не могут полагаться такой ситуации которые где идет война прямо на на не на жизнь а на смерть да так точно то как они не могут они не могут высказать но вы затронули очень-очень важную тему которую я вот сказал в начале как это произошло что хилой старый президент который всегда был серым и невидимым которого Обама взял себе в кабинет чтобы балансировать свой цвет кожи он был если бы не было эта проблема он выбрал бы женщину понимаете но он не мог и цвет и к тому еще гендер женщины поэтому он выбрал Байдена вот этот Байден когда сидели в штаб в кабинете Белого дома под землей да и шла речь принять решение убить Бен Ладена или нет что сказал наш большой вояка нет он даже не хотел такого рода одноразовой операции 12 тысяч километров восточной туда чтобы убить человека который убил около трех тысяч американцев в том сентябре 2001 года понимаете поэтому у него не было кредибилити у него не было опыта он всегда был я не хочу входить он сказал он был знаете в Америке считают в какой части класса именно верхушка или нет особенно когда это юриспруденция или медицина не он был внизу он сказал он был он цитировал этого Генука главы лейбористской партии в Англии знаете что он первый в его семье пошел в школу он списал эту и потом и это поймали его сразу на этом понимаете у него не было хорошо оставим в покое Байдена я думаю что Америка скажет свое слово в ближайшее время на выборах но вот это я возвращаюсь к тому собственно о чем мы говорили то есть получается что дайте мне вставить да пожалуйста сейчас каким образом каким образом вдруг он превращается то ли в Кутузова то ли в Суворова то ли еще Черчилля то ли в генерала Гранта да да каким образом я вам скажу каким образом потому что министр иностранных дел его старый он был главой его штаба когда он был 8 лет вице-президентом и они понимают что если что можно делать и что нужно сделать чтобы они этот низкий самый верхний слой советников у них есть тоже шкурные интересы понимаете остаться у власти скажем не богатеет не команды но остаться у самого трона понимаете и я думаю это они его натянули он не у него нету этого глубокого стратегического мышления еще такого масштаба Илья еще раз то есть вы хотите сказать что они я повторяюсь то есть они сознательно значит не поставляя оружие Украине не поставляя авиацию Польши там близлежащим странам они тем самым как бы освобождали дорогу Путина и говорили ему давай действуй мы спокойненько постоим в сторонке почти я не иду на сторону Путина я говорю что они были склонены поднять его лидерство и чтобы он был командир инчиф главнокомандующий в конфликте я не говорю заманить я не говорю что положить в мышеловку вот до этого я не дохожу понимаете но то что они поняли поняли извините что фиг платформы как и в этом году вот как в 22 году какая была главная тема у демократической партии номер один два и три вы знаете какая нет аборты аборты как можно абортами заманить всю страну голосовать за вас свобода абортов которая фальшивая аборты просто было принято как федеральное решение которое антиконституционное каждый штат может принять решение есть аборты при каких условиях на каком триместре и т.п. и т.п. все легально поэтому тема абортов была выдумана и они видели опросы показывали что они не тянут большинство с абортами победить на этих выборах понимаете все думали что республиканцы а республиканцы думали у них такие программы у них такое все как они столько обвиняют президента то что происходит на границе на южной границе когда во время его двухлетия прошло вошло легально нелегально более 5 миллионов 5 миллионов 5 миллионов когда была подобная миграция даже монголов было меньше вы имеете ввиду из Мексики да хорошо дело они они не мексиканцы они даже не центральная европа приходят из всех стран есть каких-то 120 знаете 120 стран все бегут потому что это открытая дыра и она легализируется даже вот на этой неделе сегодня есть там закон где 44 42 правка законно и вот она отмирает тогда вообще то они стараются сейчас залатать экстра день дать несколько миллиардов денег и все такое чтобы во время этой точки было что-то сделано Илья что на ваш взгляд привело Зеленского в Соединенные Штаты и о чем он договаривается с президентом Байденом дело в том что разговоры о том что там он поехал просить оружие это разговоры в пользу бедных для этого у него есть подчиненные которые этим занимаются то есть его визит должен что-то означать что он это своего рода часть недоверия администрации и часть добавочного нажима понимаете то сейчас как раз вот когда приезжают то выделяется еще 10 миллиардов долларов которые вместе вот за управление что за управление почти года плюс да около 100 миллиардов долларов понимаете 100 миллиардов это бюджет военный бюджет России на 3 года неважно но для этого для выделения этого бюджета не нужно лично приезжать нет он сам приехал он сам приехал потому что ему нужна вот эта аура международной поддержки и так же что будет что что произошло демократы как правило которые были более мирные всегда из переговора всего такое стали сегодня что не есть требуем войны и не говоря до победного конца потому что они понимают что произошло между прочим вот все весь этот разговор насчет ядерного оружия ведь путин использовал ядерное оружие в Европе 16 лет назад когда убили Литвиненко это было личное не массовое поражение это было не ядерное оружие это было ядерное похоже на ядерное это не ядерное оружие это отравление ну да извините ядерная бомба не бомба это не бомба я не говорю о бомбах но было использовано ядерное микрооружие одного специфически направленного человека то якобы мы должны были уже как-то понимать на что готов президент России и все таки вот я возвращаюсь к тому мы надеялись почему-то потому что это натура человека быть позитивным видеть в каждом месте что-то возможность рационализма и не понять что оппонент не принимает эти уроки эти правила поведения и конечно будет добиваться своего и как тот как в той песне Высоцкого а мне плевать мне очень хочется ясно спасибо спасибо большое Илья Левков политолог издатель издательства Либерти наша программа подошла к концу велой Александр Гурарье спасибо что были с нами всего доброго до свидания до свидания